Всем привет! С вами не новости, а на связи прямиком из славного города в Иксе Матвей Туваев в этом выпуске. Где альфонизация? Куда пропал Apple? Возвращение в былые времена. Что будут показывать на больших экранах в марте? PS-брендов. Как одеваться, когда любимые магазины закрыты? Компания Apple заявила о прекращении поставок своей продукции на территорию России. Куда пропали яблочные смартфоны, расскажет наш корреспондент. На этой неделе американская корпорация Apple прекратила поставки своего товара в Россию. От откусанного яблока остались одни огрызки. Многие пользователи жалуются на лаги в системе и невозможность скачать новое обновление. Разберемся, что же произошло с крупнейшим производителем техники. В 2021 году 13-й айфон вышел под лозунгом «Просто нереально». Однако сейчас его можно смело перефразировать. Просто нереально купить. Только такие мысли появляются у всех желающих приобрести макбук или аирподсы. В онлайн-магазинах ситуация не лучше. В сравнении с январем 2022 года цена на последнюю модель айфона взлетела на 30%, а на макбук и вовсе на 50%. Более того, из-за дефицита продукции доступными остались лишь айфоны на 256 и 512 гигабайт. Мы их не продаем за эти деньги, потому что они вообще сейчас не продают. Мы на сайте их, соответственно, не найдете. У вас было какое-то постановление? Мне продавать? Нет? Они просто ушли. Ну, когда нас спрашивают, мы не рассказываем, что айфоны исчезли. Ну, понятно. Как исчезли? Ну, пришли мы, а нам сказали убирать. Ну, вообще, я пришел, я уверен, что я их не просто. Я с выходного пришел, я не с тобой ничего спрашиваю, я понял, что какие-то сами записи. То есть они у вас где-то на складах, нет? Да, и как бы есть. Ага. Ну, так их купить невозможно. Как физическое лицо, нет. Бюджетическое, я не знаю. Пока что остаются в продаже смартфоны китайских флагманов Xiaomi и Honor, которые по качеству практически не уступают эпловским. В линейке также имеются наушники, ноутбуки, умные чайники и даже очистители воздуха. Данная продукция находится в среднем ценовом сегменте и даже сейчас не нужно отдавать гору кэша, чтобы ее приобрести. Так что, если вы давно откладывали на новое яблоко, а теперь остались у разбитого корыта, то не начинайте паниковать. Возможности всегда, главное вовремя их увидеть и воспользоваться. Диана Акаева, Полина Якупова. Дня новости. Закрытие стримингового сервиса Netflix для граждан РФ. Что делать с киноманом в этом месяце, расскажет Барбара Горкунова. Еще на прошлой неделе мы советовали вам не паниковать, а устроить себе Netflix and Chill. Здорово, бандиты. Однако, с введением новых санкций, стриминговый сервис Netflix закрыл доступ к контенту для граждан Российской Федерации. На замену Эйфории и Бэтмена приходит российский кинематограф. А благодаря компании «Наше кино» с 24 марта на больших экранах вновь покажут золотую коллекцию фильмов СТВ. Для кого-то возможность поностальгировать, а для кого-то только познакомиться с легендарными фильмами Балабанова. «Брат, Брат 2», «Жмурки», «Про людей и уродов», «Морфий» и другие будут показаны в прокате. 7 апреля начнут показывать «Салют 7» фильм Клима Шипенко. А также вновь закрутится студия «Мельница» с франшизой о трех богатырях. Следите за афишами в ваших городах и не пропустите главные релизы. Будьте в моменте. Варвара Горкунова, Валерия Фридрих. Дня новости. Уход с западных брендов из РФ. Где теперь шопятся, чтобы быть на стиле? Наш корреспондент Вероника Туманова выяснила, где можно закупиться. Это в наше время настоящая роскошь. Как выжить в мире, где магазины закрываются со скоростью света. И как оставаться самым модным на районе. В ТикТок заполонили различные тренды. Есть также и те, где нам показывают альтернативы Заре, Эйчику, Бершке. Пока модные магазины продолжают закрываться, обороты набирают частные производители и дизайнеры одежды, которые всегда идут в ногу со временем. Одним из таких является и Никита Платонов, имя которого уже стало брендом. Синоним слова «стиль». Так отзываются о нем знакомые и друзья, которые наблюдают за его творчеством. Сам же Никита описывает свою одежду как элегантный деконструктивизм, вышедший в новую реальность. На этой неделе у начинающего дизайнера вышла новая коллекция жилеток. Привет. Я начал заниматься одеждой во время всемирного карантина. Это единственное, что я нашел для себя, чем можно заняться в это время. Сначала я делал принты, а потом купил себе машинку и начал, собственно, шить. Ну, это нельзя назвать коллекцией, это просто шея жилеток, которые я сшил за последнее время. Я надеюсь, что это последняя вещь, которую я сшил сам, и в дальнейшем я начну работать только с цехом. На самом деле все только начинается. Также в Казани есть огромное количество онлайн и офлайн шоурумов, где можно приобрести одежду по выгодной цене. Не стоит забывать и про секонд-хенды, где среди большого количества вещей имеются даже бренды премиум-класса, такие как Гуччи и Луи Виттон. Настало время молодых дизайнеров, так что расстраиваться из-за закрытия магазинов совсем не стоит. Вероника Туманова, Валерия Фридрих, НЕ Новости. Пуховик или пальто? Что же сегодня надеть? Не спешите доверять обманчивому виду за окном, ведь весна еще только манит нас своими солнечными лучами. А на деле же... На деле же ситуация совсем иная. Помимо пуховика стоит также надеть варежки и теплый шарф. Снежные бугры потихоньку тают, на улице становится виден асфальт, однако по-прежнему скользко. Мартовские морозы продолжаются. На этих выходных температура составит минус 18-19 градусов, а скорость ветра будет приблизительно 4-7 метров в секунду. Но есть и хорошие новости. На следующей неделе наконец-то придет потепление, а значит наступит та самая чумачечья весна, о которой говорили Потап и Настя Каменских. Полина Якупова, Диана Атаева, НЕ Новости. Вот и все НЕ Новости на сегодня. Не забывайте подписываться на канал Универ ТВ, а также лайкать и комментировать наш выпуск. С вами был Матвей Туваев. Увидимся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok